МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Традиционная встреча былых партизан и подпольщиков бригады Большавик пройшла на минулых выходных под Гомелем. Все лето с дня створения легендарного формирования исполнилось 75 годов. Партизаны Большавика проводили диверсии на Чигунце и основных автомагистралях. Разом с частями Червоной армии удельничали у операции Багратион. Подребязности у репортаж Вероники Ворошилиной. Гомельщину нездарма называют краем партизанской славы. Это руху вошел в летописусветной истории, как не мающий аналогов по масштабах сопротивления. Миновита тут, прикладна у 10 километрах от Гомеля. Ося родина непроходных болот 75 годов тому размещался партизанский отрат Большавик. Он был первый на территории в области, створенный уже неюня 1941 года, во время оборонных боев за Гомель. Зараз гэта территория мемориального комплексу «Партизанская крынічка». Штогод, кабу спомнить славные подвиги бригады Большавик, сюди приезжаюць былые фронтовики, партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединений. Молодь. Мемориальный комплекс «Партизанская крынічка» символизуя мощность и стойкость народных оборонцов. И разом с тим нагадывая про дорогую цену, которую они заплатили, отстойваючи незалежность своей краины. У память об героизме працанников тылу, яке допомогли частям червоной армии выстоять у тяжкие годы фашистского терору и наблизить светлый день перемоги, проводится митинг-рэквием. Присутные с велизарной удяжностью одночасово горучу сердцу складают ванки и кветки двумя реяла и ушановывают память одважных партизан и подпольщиков, загинувших за мир, свободу и будущую. Здесь был создан отряд большевик под руководством Тимофеенко. В первые дни в нем было всего 50 человек. Потом из этого отряда выросла большущая бригада, которая по всей области вела войну с врагом. Народные мстилцы бригады «Большевик» проводили диверсии на чугунцы основных автомагистралях. Цалком парализовали рух судов, парацесош. Разом с частями червоной армии удельничали у операции «Багратион». Партизанский отряд «Большевик» впоследствии он увеличился до 300 человек. Этот отряд на протяжении двух лет и трех месяцев активно вел боевые действия с гитлеровскими захватчиками именно на нашей гомельской земле. Принимал участие и в различных диверсионных операциях, и в освобождении населенных пунктов, и в гомельско-речицкой наступательной операции по освобождению нашего города. Есть в этом отряде и герои Советского Союза, и Емельян Барыкин, и Илья Кожар, и Исаченко. У целом партизаны и подпольщики Гомельщины знищили за лишь 10 тысяч гитлеровцев и больше за 3000 одинок военной техники ворога. И они вывели из немецких лагеров смерти больше, как 8 тысяч военнополонных и вырятывали от згона у фашистское рабство 5 тысяч советских грамадян. На такий самоданный крок и шли, не шкодуючи уластных життёв. А тому сегодня дох нащадков, памятность про гэты велики и без сцены народный подвиг. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадоя компания Гомель. У Гомеля начал курсировать поэтичный автобус. Такий оригинальный проект у Год культуры и на передо дни и дня белорусской письменности для жихару и гостей областного центра подрихтовали суместно супрацовники открытого акционерного товариства Гомеля Абл-Аутотранс и областной универсальной библиотеки имя Ленина. У первый раз отправились наши корреспонденты. Перед отправкой этого не совсем обычного поэтичного автобуса организаторы к их ухвалюются. Признаются, что вельми хочется, чтобы их суместный творческий проект горожане оценили по вартости. С идеей запустить по городским маршруте автобус, яки знайомих же хоров и гостей областного центра с поэтичными творами белорусских классиков, выступило керавництво открытого акционерного товариства Гомеля Абл-Аутотранс. Супрацовники областной универсальной библиотеки имя Ленина задумку подтримали с энтузиазмом и допомогли реализовать проект в житё. Нашими специалистами был подготовлен театрный материал. Мы работали в основном с классиками белорусской литературы, с поэтическим материалом. Якуб Колос, Янка Купала, Максим Танк, Максим Богданович. Прокатиться у тематично оформленном автобусе гомельчане мают махчимость на самом протяглом у областном центре маршруте номер 20, старая Волотова, Медгородок. У Солонияны подшуют верши знакомитых белорусских поэтов у выконании супрацовников областной универсальной библиотеки имя Ленина, який заявляються артистами одиннаго Украинь библиотечного театра «Гороки». Якуб Колос, образы милого родного края, смуток и радость моя, что мое сердце на вас порывает, шин, так прикованный я. Меж тем, спиняться на досягнутым организаторы не збираются. Яны планують развивать и удосконаливать свой проект. Наприклад, мают намер забеспечить поэтический автобус тематичными друкованными материалами, а коли проект горожанам сподобается, запустить подобный арт-транспорт и на инши маршруты. Так само супрацовники открытого акционерного товарыства «Гомель-Абал-Аутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина запрашают до удела у проекте у сих необыяковых дародной литературы. Приглашаем к сотрудничеству нашу творческую интеллигенцию города Гомеля, области, для того, чтобы поэты, молодые поэты, несли в массы свое творчество, ну и пропагандировали белорусскую поэзию, белорусскую литературу. Организаторы сподяются, что этот оригинальный проект для жихаров и гостей областного центра станет приемным подарунком у Год культуры и до Дня Белорусской письменности. Даречь аналогичный поэтычный автобус у худким часе пачнет курсировать и у Рогачеве. Его маршрут будет пролягать прозовесь город. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». Тым часом у Рогачеве отбылось опошнее посяджение Национального организационного комитета по подрихтовцей проведении Дня Белорусской письменности. Основные мероприемства свята отбудутся у райцентры 4-го вересня и до этого часу необходимо вырошить опошнее организационное питание. С ходом работы и распрацванной программой ознайомился Олег Синцерову. Мы предыдущие заседания Организационного комитета выездное проводили в городе Рогачеве в мае месяце. Сегодня это совершенно иной город. Здесь обновлены фасады, приняты решения по объектам социально-культурного назначения. В общем-то, город преобразился до неузнаваемости. Растей необходимо субстракать в аутольном и чистом доме. Эту истину у Рогачеве добро разумеется. Тому имкнуться зарабить свято с оправдой запоминальным. Каждую субботу тут проходит огульный субботник. А прича того, местовое предприемство и организация накирует своих работников на допомогу работным и коммунальным службам. Я еще один способ удела в проводимых работах. Оказание спонсорской допомоги для набыця так же фарбов, древ для озеленения и невеликих архитектурных формов. Масштабные работы створаются часовые складанности, а не все разумеют, это робится для города и местовых жахаров. Одновременно надо было коммуникации менять, улицу расширать, асфальтировать, перестраивать и красить. Но надо сказать, что все отнести с пониманием. И все уже улыбаются и довольны. Видят, даже по тем участкам, где уже все сделано, видят, что будет еще лучше и в конечном итоге будет город наш преображен и все только рады. На почнем перед днем белорусской письменности посереджения национального арткомитета размыва по пытаниях приему и размещения гостей организации гандлев и мер к безпеке, починающих от организации руху и громадской безпеки до работы медицинских бригад и функционования энергетичных коммуникаций. Особная тема программа мероприемств сирот запланованного международное литературное свято, разностранные автоматичные подворки реконструкции дуркарни 16-го стагодия, где каждый жадающий сможет надурковать для себя сторонку со Скориновской Библии. При этом особливая увага звернута на доступность мероприемств для людей с обижеванными махчимыстями. Вовугули, на день белорусской письменности у Рогачёв плануют приехать представники аккредитованных в нашей краине дипломатичных миссий и в першиню на таким святи белорусских дияспор близкого и далекого замежу. Бадай, самый значный объект, який будет открыт в Рогачёве 4-го версия, одновленный дом книги. Теперь это будет не просто районная библиотека, а целый комплекс с выставочной залой и книжной крамой. Даречь, зараз в городе ни одной книжной крамы нема. И в протяге литературной темы на дне белорусской письменности у Рогачёве меркуется увести новую традицию гостя свята привезут сюда по одной тени каких книг, которые будут переданы у местовой библиотеки. Алисин Тюров, Валерин Гапанько, телерадио компания Гомель за Рогачёва. Протягиваем выпуск. Звыж 200 установ адвокации и спорта Гомеля 1-го верося готовы принять у своих стенах больше 77,5 тысяч детей. Подрыхтовку до навычальных годов оценили на посяжении Гарвы Конкама. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. У середней школе номер 21 зараз свядутся опошние работы по доброму парадкованию территории. Усилом до нового научального года тут зарабили великий объём. Оснастили новой техникой блок харчавания, дорамонтовали холы и классы початковой школы. Набыли сучасные парты для учня. Усю основным за кошт спонсоров и дякую ши до помозы батьков. Особливый с этой школы в капитальном подыходе до справы. Я, когда приступаю к любому ремонту, я не хочу подмазывать, подкрашивать, я хочу сделать класс новым, этаж новым. И хочу, чтобы это действительно было современно и на несколько лет вперёд. Поэтому мы во всём идём вперёд, не только в ремонт. Например, когда устанавливаем видеокамеры, то они у нас стоят на каждом этаже, а также есть выход на смартфон у меня. Если мы делаем пропускную систему, то мы тоже стараемся идти вперёд. Работу коллективу 21-й школы всё лет оценили как одну из лепших в городе. Подрёхтовку до новых научных года обмерковали на посажении городских уладов. У целом больше 77 тысяч детей первого вересня планируют принять 200 установ дукации в спорту Гомеля, у некоторых зараз проходят опошние работы. Ли до первого вересня справятся все. Каждый отдел образования и спорта и туризма администрация района справился с поставленными задачами. Практически в каждом учреждении образования, учреждении спорта выполнен тот комплекс первостепенных работ, который влиял в принципе на получение паспорта готовности объекта к новому учебному году, ну и конечно же подготовку всего хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. С каждым годом прибавляется детского населения в городе Гомеле. Мы радуемся и в то же время спешим создать все необходимые условия, и в этом году по кооперативным данным на 1700 школьников станет больше и на 630 дошколят. Поэтому наша задача была открыть дополнительные дошкольные группы, благодаря чему мы ликвидировали дефицит мест в Новобелецком районе. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадио компания Гомель. До инших тем. Орден легион Гонору, японский орден священных скарба, орден короны Таиланда и односамых каштонных узнагарод Орден слона. У музея Гомельского палацово-паркового ансамбля працует выстава «Узнагароды краин света». За экспонатами ознайомились наши корреспонденты. Заслуги человека перед громадством завсюду означались особливым чином. Титулы, упрыгоживание, зброя, годинки и даже специальное оденье. Перелик того, что люди урушали своим героям достаточно велик. Однако ордены и медали в этом спесе стоять особным родком. На выставе «Узнагароды краин света» с коллекцией музея города Тракая, якая зараз демонструется у Гомеле, больше 120 орденов и медалев за маль 40 краин Европы, Африки, Азии, Паудневой и Пауночной Америки. Эта выставка уникальна для Дворцова паркового ансамбля и для нашего региона, потому что она дает представление о наградах не только связанной с Великой Отечественной войной, за которой нам хорошо знакомы, но и вообще всех многих стран мира, поэтому она будет интересна, я думаю, как взрослому населению, так и в первую очередь подрастающим, потому что одна из основных задач, которая стоит перед музейными учреждениями, это воспитание молодого поколения. Американский медаль «Пурпурное сердце», бразильский орден «Паудневого крыжа» и японский «Священного скарба», орден короны Таиланда и высшейшая державная узнагорода Дании орден слона. Нават тых, кто не вельми цикавится фалерыстикой, выстава не покиня об Ияковым. Уреште, убачить такие узнагороды в Гомеле можно далеко не кожный день, хоть размова не только об непосредных экспонатах. По словах организаторов выставы «Угод культуры» гэты выставочный проект объеднал Музея Беларуси и Литвы, что в свою чергу будет садейнишать умасованию добросуседских относен помеж краинами. А тому есть усе подставы мерковать, что гэты выстава о Пошней не буде. Мы разные экспонаты имеем, можно поделиться и посмотреть, связанные с общей историей или какие-то тематические. В нашем музее разные коллекции. Если будет и желание, всегда мы можем сделать. Олесин Цюрова, Ольга Коновалова, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». И опошнее. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» перед выборной выступлении кандидатов у депутаты Палаты Протставников Национального Схода Республики Беларусь шостого скликанья. С 19.01 до 19.20 у эфиры выступлении кандидатов по Житковицкой окрузе номер 39. С 19.20 до 19.5 до выборщиков звернуться кандидаты по Светлогорской окрузе номер 46. Нагадаем выступлении выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». И нахэтым наш выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. «Беларусь-3» – «Беларусь-3» и «Беларусь-3» – «Беларусь-3» Субтитры подогнал «Симон»